Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Приход большой воды. В Рязани затоплен лесопарк. Окский проезд перекрыт. Неограниченная доступная среда. Необычные картины обычных людей в художественном музее. До белого коленя ученикам 40-й школы показали, как ковали мечи наши предки. Большая вода пришла и на улицы Рязани. Сегодня представители ГОЧС и дирекции благоустройства города перекрыли Окский проезд. Кроме того, замечено подтопление жилого сектора и в других районах города в Борках и на Затинной. Впрочем, половодие в соседних Срезанской областях уже пошло на спад. Так что дальнейшее наводнение в городе не прогнозируется. В настоящее время ДПГ направлено заявки на установку Москвы к домам 64, 65, 67 в 8-м район поселка Борки. Уровень воды в реке Яка сегодня плюс 569 сантиметров, плюс 15 сантиметров за сутки. Что у нас происходит вверх по течению? Город Белев, Тульская область минус 41 сантиметра. Город Калуга минус 74 сантиметра. Город Серпухов минус 30 сантиметров. Город Кашира минус 44 сантиметра. Город Калуга минус 20 сантиметров, но город Рязани плюс 15 сантиметров. То есть у нас получается сверху по течению стабильная динамика на снижение поводок. В субботу 1 апреля в Рязани стартовали субботники. Жители города во всех районах вышли на уборку общественных территорий. В мероприятиях приняла участие глава города Елена Сорокина. Аллея огнеборцев на московском шоссе наступающая весна обнажила не только пробивающуюся первую травку, но и разбросанные довольно плотным слоем бутылки, пакеты, средства гигиены и прочий мусор. Город проснулся после зимы, надо убирать. Некоторые хозяйствующие субъекты призываем убирать вокруг себя, некоторых понуждаем. Но от всей души благодарю те предприятия, организации, всех неравнодушных рязанцев, которые традиционно убирают парки, скверы, свои дворы. Уборка уже началась. Поручила сотрудникам администрации каждый день выходить на уборку улицы скверов. Сотрудники дирекции благоустройства, также в ежедневном режиме, убирают и грунтовые наносы, начали мыть тротуары, остановки. Работы предстоит много. Вижу посты в соцсетях о том, где надо убрать. Берем в работу. Такая большая уборка города под силу. Всем вместе. Большинство приехавших на субботник даже не жители Московского. Тот из центра, тот из Рязанского района. Это те люди, которые каждый год выходят на улицы города, в парки и скверы, как только объявляют адреса субботников. Чтобы наш город был чище, чтобы он был красивее. И хочется приложить к этому, свою лепту приложить. Апрель всегда месячник уборки города и всегда в этом участвую. Я Рязанка, свой город очень люблю и радуюсь. И мне очень хорошо от того, что город чистый, зеленый, красивый, трудовой. Поэтому я всех рязанцев призываю, убирайте свой город. Но лучше, конечно, не мусорите. Берегите его. Нам здесь с вами жить. Растить наших детей, внуков. Но главная креда чистоты в городе – это порядочные жители, которые не мусорят. К сожалению, бутылки, бумаги, пакеты и прочие следы человеческой жизнедеятельности, разбросанные по паркам и скверам – дело рук самих рязанцев. Культура маловато. Где, как говорится, выпили, там и бросили. Где скушали, там и бросили. Вот рыбаки сейчас, наоборот, приучаются к тому, чтобы за собой мусор всегда убирать. Вот я рыбак. В рамках субботника работала техника дирекции благоустройства города. С каждого адреса организовали вывоз мусора. Всем, кто вызвался участвовать в уборке, выдали необходимый инвентарь. Вот так общими силами в минувшую субботу убрали аллею огнеборцев, Нижний городской сад, Соборный парк и Лыбецкий бульвар. Неограниченные. Выставка картин с таким названием открылась в зале Рязанского областного художественного музея имени Пожалостина. Но экспозиция не совсем обычная. Ее авторы – люди с ограниченными возможностями. И организована она при поддержке партийного проекта «Единая страна. Доступная среда». И целевой социально-информационной благотворительной программы «Голос единства». Эту картину написала отнюдь не художница. Ее автор – Акжана Абдикаримова, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам биатлону. Серебряный призер Параолимпийских игр 2014 в Сочи. Акжана с детства прикована к инвалидному креслу. Но, как говорит она сама, ограничена в движениях, но не в образе жизни. Акжана нашла себя еще и в творчестве. И теперь ее картины украшают выставку «Неограниченные». Но люди, ограниченные в чем-то, они не ограничены в другом. Не ограничены в своем творчестве, не ограничены в своих стремлениях. Иногда они гораздо сильнее и гораздо целенаправленнее добиваются своих результатов. Поэтому я вас всех приветствую. Это имени депутата Рязанской городской души. Выставка картин людей с инвалидностью «Неограниченные» проходит в шести городах России. В Рязань организаторы приехали впервые. По приглашению председателя партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» Елены Чудаковой. Для выставки отобрали 20 картин художников из Москвы и Подмосковья. Куратор экспозиции Федор Смирнов говорит, что сделать это было невероятно сложно. Но это хорошая возможность посмотреть и на работы рязанских мастеров. Работы все с изюминкой, они все очень сильно отличаются. Здесь невозможно выбрать какой-то однозначный творитель. Все интересны. Поэтому сегодня у нас будет шанс досконально посмотреть, познакомиться, может быть, вживую с авторами работы. И им непосредственно задать вопросы, как они пришли к творчеству. И что для них самое главное в жизни, когда они творят. Основная задача выставки – показать, что люди с ограниченными возможностями здоровья отнюдь не ограничены. Отсюда и название. Многие находят себя в творчестве. В этом направлении у Рязани уже есть опыт. Тогда, в рамках побратимства, в 2018-м реализовали проект «Рисуем вместе» при поддержке администрации города. В нем было задействовано три страны – Россия, Германия и Польша. Это был проект «Рисуем вместе» для молодых людей с синдромной дамы. И вот тогда мы убедились, что безо всякого перевода молодые люди, особенные, талантливые, в каждом из которых есть из юбинга, могут общаться при помощи языка, творчества и стружка. В небольшом уголочке выставочного зала проходит мастер-класс художницы Ольги Мышевой. Она пишет небольшую картину «Весенний пейзаж». Свою руку к работе, кстати, может приложить любой желающий. История этой картины будет такова. Сегодня каждый из нас, при желании, захочет почувствовать, если захочет почувствовать себе художника, может приложить свою руку, написать эту картину. И у этой картины будет продолжение. Эта картина сегодня передастся официально в руки новому музейному пространству, который совсем скоро начнет санкционировать в нашем регионе. Желающие нашлись. Причем так много, что они буквально выстроились в очередь. И общими усилиями на ветках появились самые разные цветы. Рисунок выбран не случайно. Это голубое небо с белыми облаками. И в преддверии весны цветущий яблоневый сад. А можно тоже как-то? Я думаю, мы тоже обязательно должны принять свое участие. Где можно? Давайте. Какой вам больше нравится цветочек? Как вот так вот, небольшими, мазочками, немножечко намалю. Как видите. Коллективную картину, которую написали посетители выставки, передали основателю музейного пространства Дмитрию Бачкову. Холст он взял осторожно, словно боясь повредить что-то важное. Работу, в которую все посетители выставки вложили частичку себя. Дмитрий Бачков рассказал, что теперь картина будет украшать музейное пространство и дарить ему свою энергетику. Для учеников 40-й школы прошедшие выходные стали настоящим путешествием во времени. Рязанский кузнец Михаил Раткин провел для них дебютный мастер-класс по изготовлению средневекового мяча. Детали и секреты ковки узнала Марина Романюк. А вот белый цвет металла свидетельствует о достижении той самой температуры, после которой он начинает плавиться. Отсюда и поговорка «довести до белого коленя», то есть до критической точки. Увидеть эту пословицу воочию доводится в наше время далеко не каждому, как и другие секреты кузнечного дела. Что такое бура, зачем она нужна, как пользоваться кресалом и откуда получали огонь наши предки, не имея спичек и зажигалок. Ответы на эти вопросы не просто услышали, но и увидели все пришедшие в кузницу к Михаилу Раткину в субботу. Мне очень интересно. Это на самом деле, мне нравится, как это сделано, потому что в руке лежит очень удобно. У меня вот здесь вот это все держится. Видел, видел, но в руках не держал вот первый раз. Мне нравится средневековье, все как это сделано, как бои и все такое. И мечи, естественно, хотелось бы увидеть, как это делается, и в руках, конечно, подержать. Известно очень мало. Почему бы не узнать об этом чуть больше? Интересно узнать, откуда, собственно, пошло. Все-таки вживую оружие, оно совсем не такое, как в игрушке. А атмосфера в кузнице действительно впечатляет. Здесь и щит, и шлем, и другая атрибутика, словно из музея. Даже средневековые мечи, вернее, стилизованные, с примесью фантазии автора кузнеца. А вот то, что в этот день Михаил начинает делать в рамках выходного мастер-класса, это реплика самого настоящего средневекового меча. Оригинал хранится в музее в Норвегии. А вот точную копию с соблюдением всех технологических этапов создадут в Рязани. Это сложный композитный меч, с домаскированным домом, сваренный из нескольких сталей. Здесь идет сочетание двух разных сталей. Ну, то есть, проще говоря, стали из железа. То есть, железо гибкое и не твердое. Сталь, наоборот, твердая и хрупкая, которая ломалась. А композит из стали из железа позволял и гнуться, и резать, и не ломаться. Это статусная вещь. Скорее всего, она принадлежала какому-то знатному воину, князю, конангу. До конечного результата далеко. Пара месяцев. О том, что получится у Михаила и ребят-школьников, мы обязательно расскажем. И этот меч станет некой тренировкой, разминкой перед другим масштабным проектом, о котором наша телекомпания непременно расскажет. Следите за нашими новостями. Первый матч после зимней паузы провел на условно своем стадионе футбольный клуб «Рязань». Встреча прошла в Коломне. Местный стадион заявлен рязанцами основным. Соперником наших ребят стали игроки Раменского Сатурна. В обновленной таблице второй лиги их разделяло всего два очка. Так что матч обещал быть напряженным. Хотелось бы сказать, что после зимней паузы «Рязань» предстала перед своими зрителями в обновленном составе. В команду пришли сразу семь новичков. Но, во-первых, дебютный в этом году домашний матч «Рязанцы» проводили в Коломне. На весеннюю часть сезона во второй лиге местный стадион «Труд» заявлен основной ареной. А, во-вторых, зрителей на эту встречу не допустили. Напомним, по решению РФС действие сертификата соответствия рязанского стадиона «Спартак» временно приостановлено. Тем не менее, с первых минут подопечные Дмитрия Сережкина взяли инициативу в свои руки и стали активно искать подходы к воротам Ивана Скрипника. Помог стандарт. При подаче углового Павел Поляков оказался в нужный момент в нужном месте. 1-0. Футбол – это довольно-таки простая, но довольно-таки сложная игра. От простого. Перехват, быстрые выбегания, где мы не успевали, скорее всего, перестраиваться. Впереди хороший нападающий, все подборы выиграл, навязали борьбу. В принципе, то, что какой акцент ставили при своих каких-то действиях, это и не получилось. И самое, скорее всего, плохое – проиграли единоборство. Во втором тайме активность у чужих ворот достигла апогея. Галкипер Сатурна вступал в игру все чаще, и в итоге все привело к 11-метровому. Защитники номинальных гостей зацепили в штрафной Владислава Пурака. Сам же пострадавший вызвался бить пенальти, но сделал это на удобной для скрипника высоте. Вратарь мяч отбил, защитники вынесли его на угловой. Казалось, опасность миновала, но тот же Пурак так не считал. После подачи он пробил головой в притирку со штангой. 2-0. Ближе к концовке раменчане стали играть проще длинными забросами в штрафную, и в итоге один мяч отквитали. Вышедший на замену Дмитрий Авраменко удачно оказался прямо перед воротами Леонида Балаганского и не оставил тому никаких шансов. Впрочем, на большее Сатурну времени уже не хватило. Качество футбола сегодня было достаточно хорошее. Мы создали много хороших моментов. К сожалению, концовку мы не забили, и концовка получилась чуть-чуть. Навал соперник устроил. Ну, отстояли ребята, молодцы. В любом случае, навал, такой непредсказуемый футбол, поэтому здесь пропустили гол, но винить тяжело у кого-то. А так и по качеству игры, и по содержанию, я думаю, что единственное, не хватило голов после хороших атак. После этой победы Рязань поднялась на две строчки в турнирной таблице. Следующий матч в Белгороде против местного Салюта пройдет 8 апреля. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете увидеть на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова